Здравствуйте! На канале Спортхоккей, российская хоккейная суперлига, плей-офф, четвертьфинал, третья игра серии между Омским Авангардом и Ярославским Локомотивом. Выиграв по одной встрече в Омске, команды переместились в Ярославль и теперь здесь пройдут ну минимум две встречи, а вполне возможно после двух встреч в Ярославле еще будет и решающее вновь в Омске. На ваших экранах главный арбитр сегодняшней встречи Юрий Цыплаков из Санкт-Петербурга, ему помогают Иван Сазонов и Сергей Шелянин, оба из Москвы. Семен Варламов вернулся в ворота Ярославского Локомотива в качестве основного голкипера, в прошлом матче ворота защищал Егор Подомацкий, ну а у Авангарда, скажем так, многими ожидавшаяся рокировка после катастрофически неудачной предыдущей игры для Норма Маракла в воротах у Авангарда сегодня Александр Фомичев. Пол Гарднер, главный тренер Ярославского Локомотива, Виталий Белоусов, Валерий, простите, Белоусов, наставник Омского Авангарда. Естественно, что и у той, и у другой команды есть свои резоны на этот матч, но главный из них заключается в том, что в очень и очень большом проценте случаев, если игра ведется в серии до трех побед, то именно третья игра в серии при ничейном исходе к этому моменту становится решающей. Посудите сами, если сегодня хозяева выиграют, у них есть прекрасная возможность закончить серию у себя дома при сумасшедшей поддержке с трибун в арене 2000, одной из самых посещаемых арен не только в России, но и в Европе. Ну а что касается амичей, им достаточно выиграть сегодня, и они уже в худшем случае будут решать все на своем льду. Уже, соответственно, в Омске в пятом матче в случае неудачи в четвертой игре. 17 секунд успели отыграть команды, и уже первое удаление. Так что не успею я вас прямо сходу познакомить с изменениями в составах команд. Что касается удаления, это Александр Галимов зарабатывает две минуты штрафа. Что касается первых звеньев команд, то у амичей изменений нет. Вот, собственно, первая пятерка во всем ее величии и блеске сейчас на льду. Павел Роса, Артем Чубаров, Алексей Калюжный, первая тройка атаки. И подключался в атаку Алексей Трощинский. Второй защитник Дмитрий Ревыкин, капитан команды. Ну а подключение Алексея Трощинского, как и броски от синей линии Дмитрия Ревыкина, привычны, наверное, по ходу сезона не только болельщикам омской команды. Очередной второй потенциально опасный бросок по воротам Семена Варламова. Попытка контратаковать. Ну, собственно, здесь главная, наверное, была не контратака у Ивана Непряева, вывести шайбу из зоны, провести некоторое время вне пределов своей зоны. Тем не менее, нашел он передачи Алексея Кудашова, и тот даже успел проверить бдительность Александра Фомичева. Процент реализации лишнего весьма и весьма впечатляющий у той и у другой команды в последнее время. Ну, что касается мячей, так он у них хорош на протяжении всего сезона, особенно на протяжении тех отрезков, когда был здоров Артем Чубаров, и, соответственно, Чубаров, Роса и Калюжный. Первая тройка атаки была в своем исконном и неизменном виде. Что касается первой пятерки у Локомотива, вот здесь есть изменения. Вместо Мики Ханнулась сегодня вернулся в строй вместо Евгения Артюхина и играет вместе с Пласенковым и Чуриловым. Первая пара защитников Жуков и Гребешков. Что касается других изменений, об этом позже снова в игре Семен Варламов, на сей раз уже Алексей Черепанов. Черепанов, Курьянов и Попов. Вторая тройка атаки омского авангарда. И Алексей Черепанов с пятачка пытался переправить шайбу в ворота, не получилось. Крупным планом шлем Семена Варламова, на котором, может быть, стоит обратить внимание на эмблему не Ярославского локомотива, а одной из команд национальной хоккейной лиги, где его ждут вполне возможно по окончании этого сезона. 30 секунд еще в распоряжении гостей на игру в большинстве. Правда, теперь вот в тот момент, когда шайба зону покинула, а Кирилл Кольцов находится с шайбой сейчас в своей зоне, естественно, что время не оставалось в обрез, ну а при потере шайбы в зоне средней и вовсе его уже почти не осталось. 10 секунд до появления на льду Александра Галимова Ярославцы контролируют шайбу, вернулись в собственную зону, но, тем не менее, из этой самой зоны шайбу успели выбросить. Так что можно уже говорить, что в полном составе хозяева. Тем не менее, у авангарда был хороший, наверное, шанс продолжить атаку, и сейчас будет еще одно удаление. Опасная игра высоко поднятой клюшки, и эта самая высоко поднятая клюшка угодила в лицо одному из игроков омского авангарда. Сумел прокатиться несколько метров, после чего оказался на льду. По-моему, это Антон Курьянов. Будем надеяться, ничего серьезного. Но здесь, собственно, наверное, двумя минутами штрафа и не ограничится. Юрий Цыплаков, вы видите, кровь капает с лица Курьянова на лед, соответственно, здесь уже с нанесением травмы, повреждения у хоккеиста, а потому, по всей видимости, больше двух минут сейчас выдаст Юрий Цыплаков. Что касается изменений в составах других, давайте сейчас все-таки бегом расскажу о них, а потом уже поподробнее. Итак, предсказуемые изменениями омского авангарда нет Виталия Ячменева, который получил серьезную травму колена в предыдущей встрече. Евгений Хацей переместился в звенок Якуцене и Горовикову на место Ячменева. Ну, а, соответственно, место Евгения Хацея занял в тройке с Владимиром Первушиным и Андреем Башкировым Антон Жданов. В линии обороны появился Александр Куклин, который играл в первом матче. В прошлой игре было 7 защитников, теперь полный комплект 8. У Локомотива, как я уже сказал, не играет сегодня Артюхин. Он не играл и в первом матче, но играл во втором. И вернулся, тоже не совсем здоровый, Мика Ханула. Ну и рокировка вратарей. Семен Варламов вернулся в ворота Локомотива. В прошлом матче защищал ворота Егора Подомацкий. И Александр Фомичев появился в воротах Омского авангарда, сменив норму Маракли. Напомню, судейскую бригаду сегодняшнюю это Юрий Цыплаков, Иван Сазонов и Сергей Шелянин. Ваш комментатор Александр Ткачев. Ну и вот сейчас, наверное, уже можно считать все вводные к этому матчу законченными. Алексей Бондарев получает большой штраф и, по-моему, еще и дисциплинарный штраф. Не покидает скамеечку запасных Антон Курьянов. Прямо на скамейке оказывает ему помощь. Будем надеяться, ничего серьезного. Ну а Алексей Бондарев, как видите, покидает вообще уже пределы льда. Затянулась немного пауза, связанная с тем, что Юрий Цыплаков определял то наказание, которое необходимо выписать игроку Локомотива, но и с тем, что необходимо было очистить лед. Снова в большинстве Омский авангард, исходя из того, что игра в большинстве – это позырь. Один из главных, можно, наверное, говорить, как у «Авангарда», так и у «Акбарса». Такой позырь, которым команда щеголяет регулярно. То пять минут игры в большинстве. Причем, сколько ты не забросишь за эти пять минут – все твое. Это очень и очень серьезное испытание. Это шанс, который получил Омский авангард прямо сейчас. На самом, что ни на есть, старте первого периода. И если вспомнить, что судьба предыдущей встречи очень и очень во многом была решена за одну минуту, когда две шайбы успели забросить гости, тогда это был Ярославский Локомотив, то вот сейчас пять минут игры в большинстве для Омского авангарда – это, по крайней мере, теоретически вполне-вполне может стать решающим моментом для всей встречи. Ну или, по крайней мере, определяющим для ее сценария. Другое дело, что надо, а, забросить, б, забросить, наверное, не одну шайбу. Ну вот забросить получилось. 1-0. Впереди Омский авангард, а прошла лишь минутка от игры в большинстве. Капитулирует Семен Варламов. Ликует небольшая, но дружная торсида Омского авангарда. Насколько можно понимать, отсюда из Москвы нет свободных мест. На арене 2000 Алексей Калюжный забрасывает свою очередную шайбу. Передача Чубарова. Бросок в исполнении Дмитрия Рибыкина. Подставленная клюшка Алексея Калюжного. И вот вам 1-0. Первое наказание за грубость и за нанесенную Антону Курьянову травму. Ну, по всей видимости, исходя из того, что играть в большинстве еще целых 4 минуты, мы еще увидим Иросу, Ичубарова и Калюжного на льду. С другой стороны, абсолютно логично, что после заброшенной шайбы, отработанной в большинстве минуты, они лед покинули. Появляется на льду третье звено. Максим Якуцене, Константин Горовиков, Евгений Хацей. 28-й Якуцене, 18-й Горовиков, 12-й Хацей. По логике с ними должны появиться Денис Денисов и Николай Игнатов. Другое дело, что эта логика относится к игре в равных составах. Что касается игры в большинстве, здесь могут появиться сейчас и Никитин с Кольцовым. Вполне. Что касается обороняющихся хоккеистов у «Локомотива». Пара защитников Илья Горохов и Дмитрий Красоткин. Достаточно успешно справляющиеся со своей работой. Николай Игнатов, да, Игнатов и Денисов. Пара защитников вместе с третьим звеном Якуцене, Горовиков и Хацей на льду у мячей. Нередко такое доводится видеть, когда большой штраф и вроде бы как времени много. И команда либо вообще тратит его неудачно, либо забрасывает, а затем никак не может настроиться на то, чтобы еще раз постараться забросить в большинстве. Но нечто подобное мы сейчас наблюдаем. Совсем не клеится после заброшенной шайбы уже целую минуту, игра в пять против четверых у гостей. Но другое дело, что еще целых три минуты есть в распоряжении подопечных Белоусова. Появились на льду Черепанов, Курьянов и Попов. Седьмой Черепанов, девятнадцатый Курьянов, двадцать четвертый Попов. И вместе с ними вторая пара защитников Никитин и Кольцов. Третий и четвертый номера соответственно. Удалось закрепиться в чужой зоне Черепанов. Не самая удачная может быть передача, но тем не менее шайба продолжает контролировать. Хоккеиста авангарда набрасывал на ворота шайбу Кирилл Кольцов. Половину времени, отведенного сейчас на игру в большинстве, уже оставили позади хоккеиста авангарда. И в этом самом отрезке уложилась одна заброшенная шайба. Посмотрим, что произойдет в оставшиеся две с небольшим минуты. Удалось и расположиться, и сейчас уверенно контролировать шайбу. Хорошая была по задумке передача. И оказавшийся на пятачке Андрей Башкиров. Пытался переправить шайбу в ворота, не получилось. Снова Башкиров на пятачке. Один из самых возрастных хоккеистов, играющих в России. Тем не менее, очень и очень опытный, много и качественно поигравший в первую очередь в Швейцарии. И именно он сейчас появлялся в звене с Черепановым и Поповым. Но не будем забывать, что Курьянов еще продолжает приходить в себя после полученной травмы. И именно из-за этой самой травмы его команда играет. Пять минут подряд в большинстве. Три с половиной уже отыграла. И вот и вернулись на лед Роса, Чубаров и Калюжный. В их распоряжении полторы минуты на игру в большинстве. Времени вроде бы как предостаточно. Другое дело, что пришлось покинуть чужую зону, но покинуть ее пришлось шайбой. Положение вне игры. У ярославцев не часто удается заприметить такое. Когда команда в меньшинстве, но тем не менее бывает. Крупным планом Григорий Шифигулин на ваших экранах. 70 секунд остается на игру в большинстве у омского авангарда. Можно ли говорить в случае, если не удастся больше забросить и мячам. Ну а времени на это осталось-то уж не так уж и много. 20% от имевшегося. Если удастся забросить лишь одну шайбу, что это удачный результат. Ну с одной стороны да, с другой стороны 5 минут игры в большинстве. Причем в скорости после того, как было еще 2 минуты удаления у Александра Галимова. Наверное, если говорить о том, чтобы создать серьезный задел для успеха на весь матч, то может быть, наверное, и не стоит так уж восхвалять то, что удалось сделать за эти, по крайней мере, пока еще 4,5 минуты. Еще полминуты есть у первой пятерки авангарда, частично оставшейся на льду, частично сменившейся для того, чтобы забросить вторую шайбу. Я смотрю, сколько времени играли команды в равных составах на настоящий момент. Вообще. 17 секунд со старта матча. Александр Галимов затем получает штраф. Он появляется на льду, когда на секундомере 2 минуты и 17 секунд. И спустя 8 секунд зарабатывает 5-минутный штраф Алексей Бондарев. Так что 25 секунд из всего времени, что команды провели на льду к настоящему моменту, они играли в равных и полных составах. Сейчас нарушение численного состава тоже, наверное, не самое частое и привычное удаление вообще. Отправляется отдыхать Антон Жданов за себя и за своих товарищей. Через 20 секунд будет уже в большинстве. Сначала, все-таки скажем, в полном составе, но и тут же одновременно еще и в большинстве. Ярославский локомотив. Восьмая минута первого периода тем временем. Ну и фактически полпериода отыграют команды, когда завершится удаление теперь уже у Антона Жданова. И за все это время менее чем полминуты будут играть 5 на 5. Любопытно, не правда ли? Вот-вот появится пятый хоккеист у Ярославцев и у них полторы минуты на игру в большинстве. Вот сейчас уже можно говорить о том, что из 7 минут игры в большинстве, ну пусть в итоге по своей вине, а мячи играли не 7, а грубо говоря 6 с половиной минут в большинстве, удалось наиграть на одну заброшенную шайбу. Ярославцев времени на игру в большинстве, конечно, поменьше. Тем не менее, передача под синюю линию получает ее и вкатывается в зону Дмитрий Семин. Атаки сходу не получилось, но может оно и к лучшему, потому что вывелен на хороший бросок от синей линии защитника. Развитие, правда, дальнейшего не получилось по той причине, что шайба не добралась, по сути, до голкипера и до пятачка. Но еще почти что целая минута у хозяев шайбу, шайбу скандирует. Заполнивший до отказа арену 2000 болельщики. Не покидает шайба зону мячей. Вот только сейчас удается ее выбросить, но тем не менее еще достаточно много играть в большинстве хозяевам. Семен Варламов первым на шайбе. Естественно, у него гандикап был очень большой, так что других вариантов, наверное, и не было. Алексей Васильев играет с Дмитрием Власенковым. Власенковым не торопится начинать атаку ярославцы, хотя, может быть, и стоило бы слегка поторопиться. Тем не менее, и не торопясь. Ярославцы наигрывают себе на игру в пятером против троих. Но таким макаром мы уже вот-вот с вами увидим все варианты игры в неравных составах, какие могут быть. Было у нас 4 на 4, было у нас 5 на 4 2 минуты, 5 на 4 было у нас 5 минут. Затем команды поиграли некоторое время в равных составах 4 на 4, о чем я вам уже говорил. Сейчас поиграют 5 на 3, но остается не так уж много вариантов. 4 против троих, ну и затем 3 на 3. Вот, собственно, и все, что есть. Остается лишь один вопрос, когда мы с вами будем наблюдать игру в равных составах. Все-таки 25 секунд игры в равных составах для почти что сыгранных 9 минут, согласитесь, немного. А еще прибавьте к этому почти что 2 минуты очередного удаления, которое заработали команды. Вот так вот сперва 2 удаления, 2 минуты, а затем 5 заработали ярославцы, затем 2 минуты получил штраф Антон Жданов, ну, вернее, не он получил, а за нарушение численного состава. И тут же еще одно удаление. Спустя полторы минуты слопотали о мячи. Не так уж много времени было на игру в пятером против троих. Не удалось потратить его, прямо скажем, с серьезным толком хозяевам. Тем не менее, еще 80 секунд есть у них игры в пятером против четверых. Так что у них отрезок не столь длинной игры в большинстве, но, тем не менее, тоже достаточно ощутимый. 5 минут было у омского авангарда подряд, ну, а здесь, считайте, не 4, но 3,5. Это тоже очень и очень много по хоккейным меркам. Минута остается у ярославцев на игру в большинстве. Удается тем временем гостям выбросить шайбу из собственной зоны. Очередная смена по ходу и у тех, и у других. Брэд Хауэр из-за собственных ворот начинает атаку. Переводит шайбу налево на Геннадия Чурилова. Тот забрасывает ее по своему флангу в зону. Ну и уже в чужой зоне Николай Игнатов-то. Визуально очень легко оттеснил его от шайбы, отправил в портер. Полминуты. Ну вот о том, чтобы как следует расположиться, хорошо покомбинировать в чужой зоне, в эти 3,5 минут у ярославцев речь почти не идет. Почти, потому что один раз все-таки было. А вот так войти в зону и бросить, ну тоже вариант, безусловно. Другое дело, что с добиванием не очень. Если вспомнить, что это один как раз из тех моментов, причем важнейших моментов для современного хоккея, который и привил своим подопечным, ну по мере сил за то время, что руководит командой Пол Гарднер, то пока можно говорить, что сегодня мы не очень-то наблюдаем работающий механизм вот в этой первой, третьей матча. Уже половина периода позади, соответственно, вот одну шестую времени основного, по крайней мере, команды сыграли. И пока что с добиванием то, что во многом отличало игру Локомотива от действий многих других команд на финише сезона, мы пока вот с этим сегодня как следует не сталкивались. Правда, я думаю, еще столкнемся. 11 минут отыграли команды, и вот сейчас тот желанный миг игры в пятером против пятерых, когда мы можем посмотреть за рисунком игры, когда мы можем увидеть на льду все четыре звена у той и у другой команды. Надолго ли? Правда, это другой вопрос. Забрасывают шайбу в зону ярославцы. Галимов, Шефигулина, Непряев. Тройка атаки, что очередное удаление. Бурно реагируют трибуны. Похоже, что все намерен сегодня свистеть Юрий Цыплаков. Здесь ключевой момент, на самом деле, в каждой такой ситуации. Пытался Алексей Трощинский поговорить с Юрием Цыплаковым. Один из его помощников, не могу уж вот сейчас вам сходу сказать, Сазонов или Шелянин, отстеснил Трощинского. Ну, наверное, и к лучшему. В общем, от этого разговора вряд ли бы что путное выросло. Так вот, ключевой момент, если уж называть вещи своими именами. Да, по-разному судят арбитры. Иногда очень строго, иногда не столь строго, что называется, дают поиграть. Ключевой момент, если уж начал судить строго в первом периоде, продолжая так делать весь матч. Будем надеяться, так оно и будет. Удалось сохранить шайбу в чужой зоне Алексею Васильеву. Очередная попытка бросить по чужим воротам в расчете на трафик перед галкипером. То есть на то, что кто-то из партнеров заслонит галкиперу видимость, подставит клюшку, может быть, будет добивание. Вот сейчас очень неплохо смотрится в большинстве. Это пятерка у ярославцев. Ткаченко-Семин и Руденко. 17-й, 42-й, 34-й. Покидает шайбу в зону. Нет, к сожалению, у нас с вами возможности следить за тем, сколько еще времени отдыхать на скамеечке штрафников Алексею Трощинскому. Но, тем не менее, думается, что минуту-то это еще как минимум. Контратака у Амичей. Вдвоем против одного сейчас выкатывались хоккеисты. Авангарды. В итоге Евгений Хацей решил с партнером не делиться. Сделал другой выбор. Нанял бросок поворотом. Вот он, Евгений Хацей. Появившийся в Омском авангарде вновь. В очередной раз появившийся уже по ходу сезона. Посмотрите, здесь была, наверное, еще возможность сделать передачу. Другое дело, что адресат не то, чтобы на 100% контролировался защитником, но, тем не менее, вполне возможно и не заполучил бы шайбу. А так Хацей выбрал продолжение, при котором команда получила возможность провести вбрасывание в чужой зоне. Это А. Выиграв его, соответственно, еще некоторое количество времени тоже себя отыграло. Это Б. Игорь Уланов. Шайбой. Удачной получается передача на партнера. И вот так выход один против голкипера. В исполнении Алексея Михнова. Выход был. Момент был. Другое дело, что у Михнова не было, конечно, скажем так, достаточного простора. Какой был бы, если бы это был Булит, к примеру. И отчаянно пытались ему помешать. В первую очередь Константин Горовиков. Но, тем не менее, очень и очень опасный момент. У ворот Александра Фомичева. Выигранное вбрасывание достаточно важный компонент, когда команда играет в неравных составах. Для атакующих, естественно, чтобы развитие атакой не тратить лишнего времени. Ну, а для обороняющихся несложно догадаться для того, чтобы как раз вывести шайбу из своей зоны. Для того, чтобы убить некоторое количество времени, не испытывая ощущения угрозы собственным воротам. Опасно! Видел бы сейчас двигающуюся шайбу Артем Анисимов. Наверняка мог бы ее переправить. Так она, не торопясь, продефилировала к штанге ближней для Анисимова, дальней для всех остальных. Но не видел ее Артем. А так, вполне возможно, счет стал бы 1-1. Возвращается уже налет Алексей Трощинский. 14-я минута первого периода близится к завершению. Всего одна заброшенная шайба. Масса удалений. Ну и нерв игры, я думаю, с этим не поспорят ни один из болельщиков, ни хозяев, ни гостей. Нерв у игры сегодня такой, как и ожидалось, собственно. Повтор последней атаки Ярославцев. Бросок Геннадия Чурилова. И сейф в исполнении Александра Фомичева. Напомню, каким образом команды пришли к ничейному счету в серии. В первом матче «Авангард», проигрывая после первого периода 0-1, выиграл в итоге 5-2. Ну а во втором матче уже «Локомотив», сумев нокаутировать «Авангард» на первой минуте встречи. На 43-й, 58-й секунду, корнизовав две шайбы. Затем сумел, ведя 3-0 после первого периода, удержать это преимущество и выиграть с минимальным счетом 4-3 в гостях. Очередное удаление у нас с вами в равных составах. Команды сегодня играют так редко, что едва ли имеет смысл говорить, какие порядковые номера у звеньев ярославцев и омичей. Какое третье, какое четвертое. Просто потому что не до игры в равных составах сейчас. Ни Белоусову, ни Гарднеру полторы минуты еще оставалось на игру в большинстве, но и это не предел. Юрий Цыплаков очень жестко подходит к любому эпизоду заслуживающего удаления. Алексей Трощинский сегодня уже две минутки отдыхал на скамеечке штрафников. Было это совсем недавно. Ну и вот теперь отправился во второй раз тем же маршрутом. 4 на 4 будут играть команды ближайшие почти что полторы минуты. Ну а затем у ярославцев будет полминуты на игру в большинстве. Но правда это все такие прогнозы, которые стоит делать с осторожностью, исходя просто-напросто из того, что мы с вами видим одно удаление за другим. А потому стоит ли в обязательном порядке думать, что больше удалений не будет. 16 минута первого периода. Не стал идти на ворота и бросать сам Иван Ткаченко. Думал сделать удобную передачу партнеру. Удобной она как раз и не получилась. Зато вот сейчас Ткаченко получал шикарный пас от Игоря Уланова. И если бы сходу бросил точно в цель, то почти наверняка счет стал бы 1-1. Просто-напросто. Потому что очень и очень хорошая получилась передача. Снова в игре Фомичев. У него работы во второй половине первого периода побольше. Чем у Семена Варламова. Вообще, наверное, с того момента, как отыграли 7 минут в меньшинстве хозяева, затем пришли в себя, уже играют в большинстве. Достаточно много в пятером против троих играли, в пятером против четверых. Ну и даже те короткие отрезки игры в равных составах. В общем, Локомотив не то, чтобы вернул себе инициативу. И не было ее до того. Но вот зато прибрал ее к рукам. Это, наверное, будет весьма и весьма точно. Отбивает шайбу перед собой Семен Варламов. Никаких угроз это его воротам не имело. Просто потому, что ближайший из соперников располагался так далеко, что никак не успел бы добежать. Меньше чем полминуты в распоряжении Ярославского Локомотива для того, чтобы попробовать забросить в большинстве. У гостей это сегодня уже один раз получилось. У хозяев пока что нет. 15 секунд. Ярославцы расположились в чужой зоне. Власенков отправляет шайбу дальше по борту. Снова шайба в итоге приходит к Власенкову. Рядом с ним Геннадий Чурилов. Передача назад. Алексей Бондарев возвращает шайбу за ворота. Тем временем появляется пятый игрок. У гостей Мика Ханула. Пытался вернуть шайбу, чтобы нанести еще один бросок по воротам Фомичева. Не получилось. И Алексей Калюжный сольный проход совершает. Орг выводов от Юрия Цыплакова не будет. Ну и опять редкий по первому периоду этой встречи эпизод игры в равных составах. 2 минуты и 45 секунд до завершения первого периода. По-прежнему 1-0. Впереди омский авангард. Напомню, единственную шайбу мы с вами увидели при игре в неравных составах. С другой стороны, а кто скажет, что мы могли увидеть ее именно при игре 5 на 5. В большинстве авангард, получив возможность играть в большинстве целых 5 минут, спустя минуту отличился. Забросил шайбу. Ну и после этого моментов было достаточно много и у тех, и у других. Но шайба Алексея Калюжного, где в роли ассистента выступил Дмитрий Рибыкин. Эта шайба, по крайней мере, пока остается единственной. Складывается впечатление, что и командам непривычно по первому периоду. Как-то так некомфортно им играть 5 на 5. Вот вам и положение вне игры. Много раз, естественно, за всю историю встречались команды друг с дружкой. В том числе встречались и в плей-офф, встречались и в четвертьфинальных поединках, как сейчас, так и в полуфинальных и однажды в серии за третье место. Но если будет у нас с вами подходящий момент, какая-нибудь пауза или затишки в игре, тогда об этом поговорим. Ну а сейчас, я думаю, момент неподходящий. Борьба в средней зоне. Ну при игре 5 на 5. Команды, естественно, и та, и другая будут стремиться. Не просто контролировать среднюю зону, а еще и пытаться навязать сопернику свою волю именно в середине, для того, чтобы лишить возможности быстро развивать атаку. Потому что быстрое развитие атаки может быть одним из слагаемых успехов, как для локомотива, так и для авангарда. Для двух команд, которые умеют и, в принципе, любят атаковать. Одна пятерка сменяет другую, но с момента, как команды оказались на льду в пятером и те, и другие, как-то вот с остротой стало значительно хуже. Михнов с Кудашовым на двоих организовали. Пост Артема Анисимова. Последняя минута первого периода пошла. Михнов борется за шайбу Строщинским. Выигрывает эту борьбу. Передача на Кудашова. Тот набрасывал шайбу на ворота. И здесь угроза от этого броска могла быть серьезной, потому что ни момента броска Фомичев не видел, ни траектории полета шайбы. Естественно, там была куча. Малай своих и чужих. Прострельная передача через пятачок. К счастью для гостей. Не находит адресата, иначе могли быть последствия. Последняя минута первого периода не выпускают из зоны хозяева сейчас. Амичей! Какой момент очередной создает у ворот Фомичева хозяева. Всего одна заброшенная шайба, но море моментов. И трудились галкиперы, не покладая рук и ног. В первой половине периода. Это все-таки в первую очередь. Семен Варламов во второй, Александр Фомичев. Звучит сирена, возвещающая об окончании первого периода. Напомню, четвертая минута Алексея Калюжной после передачи Дмитрия Рябыкина. Хотя, если уж совсем строго, после броска Дмитрия Рябыкина, подставивший клюшку под этот бросок. И это была единственная заброшенная шайба в первые 20 минут. Думается, и шайбы еще будут. Но и сама игра не оставит вас равнодушными. Ну а пока перерыв. Ярославль, арена 2000, заполненная до отказа. Сегодня билеты на матчи Ярославского локомотива против Омского авангарда стоили здесь от 150 до 600 рублей. По номиналу. И я думаю, что те, кто пришли на трибуны, не разочарованы первыми 20 минутами игры. Лишь одна заброшенная шайба. Но огромное количество голевых моментов, чему в немалой степени способствовало изобилие удалений. Обратите внимание на графу штраф у ярославцев. Но здесь, правда, строго говоря, все-таки есть еще и большой дисциплинарный штраф. И тем не менее, команды в равных составах почти что и не играли. Именно в большинстве отличились о мячи на четвертой минуте первого периода. Алексей Калюжный переправил шайбу в ворота, изменив траекторию полета шайбы после броска Дмитрия Рибыкина. Случилось это спустя минуту после того, как мячи второй раз в матче оказались в большинстве. А первое удаление состоялось аж на 17-й секунде. Ну и именно этот факт, наверное, лишил болельщиков-хозяев возможности увидеть уже достаточно привычный для локомотива Пола Гарднера стартовый штурм в исполнении ярославского локомотива. Здесь штурма не было. Напротив, с самого начала встречи, мячи получили численный перевес. Сперва на две минуты, потом Александр Галимов вернулся на лед, и Алексей Бондарев получил пять минут и еще двадцать. И «Авангард» вот эту как раз пятиминутку отработал, забросив одну шайбу. Ну а после этого удалялся Антон Жданов за нарушение численного состава. Именно он отбывал штраф Кирилл Кольцов, Алексей Трощинский дважды, Мика Ханула. В общем, времени на игру в равных составах в первые 15 минут у команд вообще по сути не было. Но и только в концовке периода все-таки 5 на 5 команды поиграли некоторое время. Напомню, изменения в составах есть и у той, и у другой команды по сравнению с предыдущим матчем. Сменились голкиперы Семен Варламов в воротах у локомотива, Александр Фомичев в воротах у «Авангарда». Нет, Евгений Артюхин вернулся в строй Мика Ханула. Это что касается ярославцев у «Авангарда». Появился на льду Александр Куклин, защитник. Так что теперь полный комплект. 8 защитников. В прошлом матче было 7. Ну и получившего травму Виталия Ячменева сменил в третьем звене Евгений Хацея. На его место в четвертой тройке заступил Антон Жданов. Это что касается изменений по персоналиям. Ну а что касается хода игры, наверное, возвращаясь к первому периоду, имеет смысл все-таки разделить его почти что на две равные части. Первая половина периода, когда мячи 7 минут практически подряд играли в большинстве, что логично и естественно прошла под их диктовку. Много было работы у Семена Варламова. Ну а затем уже во второй половине периода больше моментов, значительно больше возникало у ворот Александра Фомичева. Ну а при игре в равных составах в концовке периода можно, наверное, сказать, что ярославцы были активнее, но, правда, не скажу, что вот прямо уж настолько, что обязаны были забивать. Скорее, обязаны были забивать в нескольких эпизодах, когда играли в большинстве. Но, думаете, заброшенные шайбы мы с вами сегодня увидим еще не раз. Вот вам, собственно, и подтверждение тому. Подключился в атаку Денис Денисов. Удобная передача, бросок с ходу. И Семен Варламов оказался бессилен выручить команду. 2-0. Статистика Дениса Денисова на ваших экранах. Смотрю на его результативность. Но вы пока видите Максим Якуценя. Выцарапывает шайбу. Делает удобный для броска пас на Денисова. Если брать вообще чемпионат, то Денисов не в первый раз забрасывает. Но вот как раз в плей-офф отличился он впервые. Была у него результативная передача. Ну, а что касается Максима Якуценя, у него это вообще первый балл за результативность в нынешнем плей-офф. 2-0 повел Омский авангард. До некоторой степени можно проводить аналогии. Почему до некоторой? Ну, просто-напросто потому, что в первом периоде мячи забросили на четвертой минуте. Ну, а сейчас, соответственно, минуты ранее. Достаточно важную. Ну, это понятно, в общем, наверное, и не требует дополнительных пояснений. Для развития сценария этой встречи очень важный момент. Хотя Омский авангард не назовешь командой, которая способна на протяжении 40 минут действовать от обороны и безукоризненно, и безупречно. Тем не менее, преимущество в две шайбы на чужом льду – это достаточно комфортное преимущество, от которого можно и, главное, нужно уже, собственно, танцевать, выстраивая свою игру. Так что сейчас вполне могут подопечные Валерия Белоусова позволить себе действовать, как это модно нынче говорить, вторым номером. Ну, даже если не так, то, по крайней мере, сосредоточиться на том, чтобы перехватить инициативу в борьбе за среднюю зону и уже, соответственно, от средней зоны, от красной линии начинать серьезные помехи соперника в развитии атак и рассчитывать на контр-отель. Евгений Хацей забрался в чужую зону. Вместе с ним Александр Попов и Алексей Черепанов. Напомню, получил по ходу первого периода, собственно, еще в самом начале этого самого первого периода, Антон Курьянов травму, когда клюшкой в лицо попал ему Алексей Бондарев, за что и получил большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры. Ну и поэтому «Авангард» играет в каком-то роде в ослабленном составе. Изначально звенья «Авангарда» Роса, Чубаров, Калюжный, Черепанов, Курьянов, Попов, Якуцене, Горовиков, Хацей, Первушин, Башкиров и Жданов уже по ходу первого периода были изменены. Ну и, соответственно, Башкиров играл с Черепановым, Поповым, сейчас мы видели там Евгения Хацея. Ну а на лице Пола Гарднера печать глубоких раздумий. Понятное дело, на своем льду выиграв вторую встречу в гостях, сравняв счет в серии, естественно, что проигрывает на своем льду в две шайбы к началу второго периода совсем не входило в стратегический план на игру Пола Гарднера. С другой стороны, если вспомнить, как развивались события в предыдущих встречах, когда решающими становились некие отрезки встречи, а не отдельные заброшенные шайбы, не стоит сбрасывать со счетов такую возможность и на сей раз. Если вспомнить первую игру в этой серии, то Авангард проигрывал 0-1 после первого периода, а затем за полторы минуты, за 91 секунду, если не изменяет мне память, сперва реализовав буллит, а затем с игры забросил две шайбы. И, по сути, это и решило судьбу встречи, что признавал в том числе и Пол Гарднера. Досталось Юрию Цыплакову, главному арбитру сегодняшней встречи. Ну, а что касается второй встречи, там решающей стала первая минута, когда в нокаут двумя заброшенными шайбами отправили хозяев в гости. Тем не менее, можно, наверное, привести в качестве аргумента к тому, что далеко не все еще ясно в этой встрече и другой момент, что и в той, и в другой встрече на протяжении значительного отрезка времени шла очень и очень серьезная и равная борьба. Ну, а во второй встрече победитель и вовсе стал известен, по сути, в самом конце, потому что до самого-самого конца встречи Авангард бился за то, чтобы эту встречу спасти, и в итоге уступил в одну шайбу, проигрывая по ходу в три. Будем надеяться, что Юрий Цыплаков оправится от полученного повреждения, сможет продолжить встречу. Повтор эпизода, когда досталось Юрию Цыплакову, участием Григория Шифигулина. Что касается упоминавших со мной уже встреч в сериях плей-офф этих команд, последняя состоялась в сезоне 2004-2005 годов, и тогда Локомотив в битве за третье место выиграл у Авангарда в борьбе, но достаточно уверенно. В полуфинале сезона 2000-2001 командам пришлось выяснять отношения на протяжении всех пяти матчей, ну и две встречи в четвертьфиналах, точно на той же стадии, что у нас с вами и сейчас. В сезоне 98-99, 97-98. Ну тогда, правда, ярославцы именовались еще не локомотивом, а торпедой, но сути дела, наверное, это не меняет. Эффектно, но, правда, в данном случае эффектность подходит на второй план, главное, что эффективно сыграл Александр Фомичев, сумев все-таки поймать шайбу. Шестая минута второго периода, добрались до чужой зоны, а мячи! Вполне мог сейчас счет стать уже и 3-0. Очень опасной получилась эта атака, и еще большой вопрос, что было опаснее, первый бросок в касание с пятачка в упор или затем добивание? Знает наверняка и хорошо проинформирован Алексей Черепанов о том, что может он сегодня стать единоличным рекордсменом по количеству шайб, заброшенных молодым хоккеистам за всю историю отечественных первенств. Но знать и забросить это все-таки не одно и то же, но главное, что, в общем, наверняка сейчас что для него, что для его партнеров, личные индивидуальные достижения, дело абсолютно 10-е, 20-е, какое хотите. Потому что сейчас третья игра серии, в которой счет ничейный, и эта третья игра с очень большой долей вероятности может оказаться решающей, ну а в любом случае окажет серьезное воздействие на итоговый результат. Кто, кто выиграет сегодня, получит, если хотите, в каком-то роде матчболу. Семен Варламов выручает, бросок был с хорошей дистанцией, зряче бросал нападающий, но и столь же зряче реагировал и Семен Варламов. У Фомичева не скажешь, что не было работы в эти 7 минут, но тем не менее по качеству, да и по количеству тоже работы все-таки, пожалуй, побольше было у его визави, у Семена Варламова. Но вот сейчас загрузили работы все-таки Александра Фомичева. Бросок Дмитрия Власенкова из-под защитника не самый удобный, успел положить щиток на лед галкикер омского авангарда. Поднята рука арбитра, но с другой стороны, а сколько можно, если вспомнить первый период? 20 минут играли команды, заработали массу удалений. Ну и вот сейчас второй период, заброшенная шайба уже была, а удалений не было. Вот теперь появились Мико Ханула и Максим Якуценев. Не поделили пространство около борта, и в итоге Мико Ханула зарабатывает 2 минуты штрафа. Неизвестное повреждение у Ханула, которое оставил его за чертой участников предыдущей встречи. Неизвестное по той причине, что руководит командой североамериканский наставник. Ну а в Северной Америке, не только в НХЛ, а практически во всех лигах, в которых сколько-то всерьез играют, существует такое неписанное, но от этого не менее четко соблюдаемое правило. Во время плей-офф любая информация о состоянии здоровья твоих хоккеистов может помочь сопернику. Отсюда исследуют два типа повреждений, о которых сообщают прессе, ну и соответственно и соперникам. Повреждение верхней части тела или повреждение нижней части тела. Но есть еще третий вариант, совсем заказочный, так называемый undisclosed injure. То есть не говорится вообще даже верхней или нижней части. Просто повреждение. И Пол Гарнер сам говорил о том, что он считает такую традицию абсолютно верной и давать лишний даже потенциальный козырь сопернику не собирается. Так что какая именно травма, какого рода повреждения у Мики Ханула неизвестна, но главное для Ярослава, что все-таки он в состоянии был сегодня выйти на лед. Полторы минуты в распоряжении о мяче еще на игру в большинстве. Шайба мечется вокруг пятачка Семена Варламова. На пятачке Алексей Трощинский. Первая пятерка в полном составе у Ярославцев на льду. Жарко у ворот Семена Варламова. Прижать шайбу ему не удается. Снова передача назад на Рибыкина. Три нападающих и два защитника действуют о мяче в большинстве первой пятерки. Но тем не менее, кто скажет, что Алексей Трощинский в эти самые две минуты, когда первая пятерка на льду у Омска в большинстве действует как защитник. Нет, играет он такого типичного столба, каких в России, да и в Советском Союзе всегда не хватало, увы. Но если в Советском Союзе их не хватало, тем не менее, они все-таки были. И для сбора не хватало, то сейчас не наберется достаточного количества, особенно во внутреннем чемпионате. И отсюда показательно и логично, что, скажем, защитник Алексей Трощинский по этому показателю, по умению бороться, стоять на пятачке, чтобы тебя оттуда не вытолкали, как бы не толкали, а напротив в нужный момент подставить клюшку, добить шайбу, закрыть видимость галкиперу. И что именно защитник является одним из лучших в российской хоккейной суперлиге. 50 секунд еще на игру. В пятером против четверых у гостей. Появились Черепанов, Попов и Хацей. Не столь успешно они действуют. Удалось ярославцам и шайбу из зоны вывести. Более того, добежать шайбой до чужой, затем сделать пас назад. И здесь сейчас, ну, не без некоторых проблем, но продолжают контролировать шайбу хозяева Илья Горохов. Передача на партнера и шайба выброшена далеко-далеко в отчине Александра Фомичева. 20 секунд. Это уже совсем немного, исходя из того, что еще пока что в своей зоне хоккеиста омского авангарда. Набирает скорость. Делает уже на входе в зону передачу партнеру Кирилл Кольцов. Но и эта атака продолжения не имела. Никита Никитин со своей синей линией делает крайне неудачную передачу. Прям даже вспомнилось то, с чего начиналась предыдущая игра, когда в первой пропущенной шайбе Трощинский-Серебыкин. Первая и самая опытная пара защитников омского авангарда, скажем так, отличилась в кавычках. Но вот сейчас мог отличиться подобным образом Никита Никитин. Обошлось для него, но главное для его команды. По-прежнему 2-0 впереди омский авангард. Реализовать большинство не удалось. И как только команды вновь оказались в равных составах, болельщики Ярославского локомотива, болельщики давно и в общем, в хорошем смысле, с остервенением, умеющие поддерживать свою команду, прекрасно понимают, что именно сейчас, в тяжелые минуты для своей команды, надо гнать своих подопечных вперед, надо гнать Ярославль вперед именно сейчас, когда идет второй период, когда дефицит в счете в целых две шайбы, но ведь забросить одну и будет всего. Был разрыв в две, а станет всего-то в одну. Так что, естественно, что сейчас, до тех пор, по крайней мере, пока не исчезнет такая возможность, не заработают, скажем, удаления ярославцы. Логично, естественно, предполагать, что хозяева будут пытаться задавить соперника, атаковать по максимуму, бросать с любой позиции при любой возможности. Собственно, это мы с вами и наблюдаем. Бросок от синей линии, затем бросок со средней дистанции в исполнении Константина Руденко. В игре оба раза Александр Фомичев, до Семена Варламова шайба добралась. Первая пятерка на льду у омского авангарда. Другое дело, что сейчас не игра в большинстве, а потому, наверное, не так опасно, но, тем не менее, с Росой Чубаровым, Калюжным, Трощинским и Рибыкиным, когда они вместе держат на душе востро. Дмитрий Рибыкин остановил соперника с нарушением правил, о чем сигнализировал поднятый правой вверх рукой Юрий Цыплаков. Ну вот сейчас для ярославцев прекрасная возможность, если не развернуть течение событий, то, по крайней мере, всерьез изменить то, что происходит. Ну да, здесь вцепился, как бульдог своего соперника Рибыкин. Реализует сейчас большинство, и на гребне не только успеха в виде заброшенной шайбы, но и на кураже ярославцы вполне способны вернуть эту игру, ну, скажем так, к ничейному результату. Но, правда, для этого надо забросить сперва одну, а затем вторую шайбу. Пока что выигра выбрасывания спокойно, не торопясь. Хоккеисты омского авангарда выбрасывают шайбу аккуратно до чужих ворот. Брэд Хауэр, американский защитник, который носит букву «А» на своем свитере. Вообще у ярославцев так забавно. Получилось, что все три, скажем так, имеющих право на разговоры с арбитром хоккеиста, и капитан Дмитрий Красоткин, и Брэд Хауэр, Илья Горохов, все трое защитники. Обычно все-таки это распределение между защитными и атакующими рядами выглядит несколько иначе, не как три к нулю. Добрались до чужой зоны ярославцы. Передача Ткаченко под бросок. Бросок в исполнении Алексея Бондарева. Отчаянно пытался заслонить видимость с одной стороны и не помешать следованию шайбы к воротам после броска партнера Константин Руденко. Но насчет заслонить видимость получилось до некоторой степени. Насчет все-таки помешать галкиперу не очень. Бросок Васильева. И вот сейчас эффектно и эффективно с любой точки зрения хорошо действует Александр Фомичев. Хорошо почему? Да просто потому, что не оставил он шансов на добивание хозяевам. Появились эти шансы, кто знает, чем бы все завершилось. Кирилл Кольцов с шайбой. Против него два игрока ярославского локомотива. Как следствие, они борьбу выигрывают. Был рядом и партнер, но тем не менее был он достаточно пассивен по эпизоду. В итоге все-таки выцарапал шайбу Кольцов. И транзитом через партнер по команде отправил ее опять же в чужую зону. Вторая минута игры в большинстве пошла для ярославского локомотива. Времени еще достаточно много. На реализацию лишнего звучит свисток арбитра. В некотором недоумении Анисимов с Кудашовым. Много сил, безусловно, отнимает эта встреча у ведущих хоккеистов команд. Вовсе не только потому, что это важнейшая встреча. Вовсе не только потому, что встречаются, ну, во многом, примерно равные по силе команды. У кого-то чуть посильнее одна линия, у кого-то другая. Но и та, и другая команда относится к числу фаворитов. Другое дело, что «Авангард» весь сезон ходил в фаворитах, весь сезон играл здорово. Ну, а локомотив лихорадило. Но здесь, наверное, ключевой момент в том, что команда именно к концовке сезона набрала ход. Так вот, почему же лидеры команд так устали? Потому что все-таки в первом периоде очень много удалений. Во втором периоде в последние минуты много удалений. Ну, а в эти минуты именно на лидеров команды и на защитников, и на нападающих ложится особая нагрузка. Ну, а потому, в общем-то, под конец периода темп вполне может и прилично упасть. Бросок по воротам. Бросок очень неточным получился у Игоря Уланова. В полном составе «Авангард». Очень и очень важный для развития событий станет фактор заброшенной шайбы. Ну, во-первых, когда она случится? С точки зрения того, что если произойдет она еще во втором периоде, это один разговор, если в третьем совсем другой. Ну, и, безусловно, победит 3-0 в счете «Омский авангард». И команда сможет заставить, я думаю, себя на классе доиграть осторожно оставшееся время так, чтобы довести встречу до победного конца. А вот что касается ярославцев, им надо отыграть всего лишь одну шайбу, и тогда разрыв станет минимальным. Моментов для того, чтобы забросить по ходу этих первого уже завершившегося и более чем половины сыгранного второго периода и у того, и у другого голкипера для того, чтобы выручить команду было предостаточно. Но с другой стороны моментов и у игроков атаки и подключавшихся защитников, чтобы забросить было просто море. Так что и Варламов, дважды капитулировавший перед соперником, и Фомичев, не пропустивший ни единожды, сегодня трудится много, ну и, в общем, очень даже неплохо. Хацей, Черепанов и Попов на льду у «Авангарда». Чурилов, Власенков и Ханнула у «Локомотива». Седьмой Черепанов, 24-й Попов, 12-й Хацей, седьмой Чурилов, 52-й Власенков и 21-й Ханнула. Это что касается троек атаки. Линии обороны у «Локомотива» Горохов и Красоткин, 77-й и 44-й. Ну а у «Авангарда» Денисов и Игнатов, 6-й и 47-й. 14-я минута второго периода. Геннадий Чурилов, передача на пятачок, передача не получилась, не ждал ее партнер, тем не менее атака не закончилась. Мощнейший получился бросок верхом, придит шайба в створ ворот, неизвестно сумел бы спасти створ ворот своих от неминуемой шайбы Александр Фомичев или не сумел. Но, тем не менее, шайба была опущена выше ворот. Не покидает шайба зону омского «Авангарда». Вот только сейчас удается ее вывести. Неудачная передача. Поторопился с пасом Александр Попов. Но еще хорошо, что не у собственных ворот. У собственных ворот за такие вещи. Затем на скамейке наверняка наслушался бы больше, чем сейчас доведется услышать. Денис Денисов выбрасывает шайбу из своей зоны. Ну, собственно, то, о чем мы с вами говорили, что после второй пропущенной шайбы, играя в большинстве или в равных составах, ярославцы постоянно будут идти вперед. Ну и с другой стороны у «Авангарда» будут появляться моменты для контратаки. Пока все так и есть. Бросок Брэта Хауэра в направлении ворот. Шайба попала в конек кого-то из хоккеистов «Авангарда». Передача под синюю линию. Вошли в чужую зону хозяева. Долго пытался заложить вираж в одну или в другую сторону Иван Ткаченко. Шайба теперь у Константина Руденко. Передача, бросок. Пытался поймать шайбу. Александр Фомичев не вышла. По-прежнему шайба ярославцы. Алексей Бондарев подключился к атаке. Передача на Ивана Ткаченко, который его подменял на синей линии. Контр-атаку омского «Авангарда». Мешали, это не вопрос Якуцене. Другое дело, что мешал Брэта Хауэр квалифицированно и ни на булит, ни на две минуты не намешал. Прекрасная игра, по-моему, сегодня. Под стать первым двум встречам этих команд в Омске. Ну и так, называя вещи своими именами, если забыть про болельщицкие пристрастия, забыть про то, что болельщики есть у восьми команд, которые продолжают биться сейчас за звание лучшей команды России нынешнего сезона, ну, по примерному равенству сил с одной стороны и по уровню исполнительского мастерства, и по степени того, насколько команды нацелены на ворота, мне кажется, что эта пара не имеет себе равных. Просто-напросто, потому что соперники близки по классу, любят и умеют атаковать и имеют в своем составе исполнителей. И более того, играют действительно в атакующую тактическую схему. Особенно это, наверное, приятно видеть в исполнении Ярославского локомотива, который далеко не весь сезон так играл. Но вот сейчас североамериканское тренерское вливание действительно сделало свое дело с точки зрения того, что гораздо агрессивнее в атаке смотрятся ярославцы. Это проглядывается не всегда, но достаточно часто. Четыре минуты до завершения второй-третьей этой встречи. Второй-третьей только при том условии, что команды доиграют не с ничейным результатом. Я бы не стал зарекаться, что это обязательно будет именно так. Бросок Артема Чубарова. Не застает врасплох Семена Варламова. Совсем недавно вернулся в строй Чубаров после долгой, фактически двухмесячной. Паузы связаны с больничным. Но тем не менее, вернувшись в строй за две игры до конца регулярного чемпионата, он уже пристал в нормальной, приличной форме. И, наверное, логично, что не форсировали его возвращение тренеры, когда, по сути, в концовке чемпионата для «Авангарда» все уже было ясно. Ни третьим не стать, ни первым. Команда уже спокойно, уверенно шла к второй строчке в турнирной таблице. А рисковать здоровьем одного из своих лидеров, хоккеиста, без которого и с которым Роса, Калюжный, Трощинский и Ревыкин действуют совсем по-разному. И не только в большинстве, но и в равных составах. Ну а уж в большинстве и подавно, естественно, не имело смысла Валерию Белоусу рисковать здоровьем Чубарова, которого вот мы снова видим с вами крупным планом на своих экранах. Ну и, кстати, статистика Чубарова. Вообще, в принципе, можно, наверное, вспомнить, что Павел Роса сегодня еще не забрасывал. Забрасывавший до того, фактически, со стабильностью метронома во всех встречах нынешнего плей-офф. Ну а что касается результативности Чубарова, здесь уже в пору забыть о том, что он только восстанавливается после травмы. Пять проведенных матчей, две заброшенные шайбы, две результативных передачи. Ну и сегодня еще не вечер, в общем-то. Начинают накаляться помаленьку страсти. Иван Непряев, Дмитрий Ревыкин, Алексей Трощинский. Ну и Алексей Калюжный, который, по-моему, самый спокойный из этой четверки оказался. Повтор предыдущего эпизода с броском Григория Шефигулина. Ну а вот то, что затем уже произошло за воротами между Непряевым и Калюжным. Калюжный заработал свои две минуты и так, собственно, спокойно их и воспринял. Ну а вот что касается Непряева и Трощинского-Серебыкина, у них вроде как эмоций было побольше. Но другое дело, эмоции эти ни во что не вылились, ну и, наверное, и хорошо. Обоюдное удаление, так что в равных составах на льду команды. Другое дело, что в равных, да не полных. И на больших европейских площадках игра 4 на 4 с такими исполнителями, какие есть и у Омска, и у Ярославля. Это потенциально очень и очень опасно. Ну вот, например, как сейчас, да, Кирилл Кольцов ждал передачи от Александра Попова, не дождался. Судить по эпизоду, сразу по его окончанию, наблюдая за игрой с комментаторской позицией, конечно, значительно проще. Тем не менее, если попробуете вы аргументировать то, что не сделал передача Попов тем, что рядом с ним выкатывался защитник, то это явно будет неправильная аргументация, потому что по степени угрозы чужим воротам я не знаю, кто на самом деле опаснее защитник Кирилл Кольцов или нападающий Александр Попов. Потому что Кольцов, ну нет такой на сегодняшний день квалификации в хоккей, как полузащитник, хотя раньше одно время и была вот как. Но тем не менее, Кирилл Кольцов с его атакующим потенциалом очень и очень многое способен сделать в атаке. Ну а тем временем уже качнулся маятник и третий момент возникает у ворот Александра Фомичева, заканчивается все очередным удалением. Ну очередным это как? В первом периоде удалений было множество, море удалений, во втором-то до сейчас обоюдного удаления отдыхали только Мико Ханул и Дмитрий Рибыкин. Так что всего четыре удаления, но вот сейчас пятое, снова бросал Алексей Бондарев. Два хоккеиста непосредственно перед Фомичевым. Фомичев не выключился из игры, тем не менее распластавшись по льду, естественно у него ушла секунда, может быть полторы, на то чтобы занять ну сколько-то удобную позицию для того, чтобы перекрыть некоторую нижнюю часть ворот. Так что эпизод был весьма и весьма опасный. Помните, говорил я вам о том, что такими темпами мы с вами увидим все возможные варианты удалений, а именно 5 на 4, 5 на 3, 4 на 3, ну и 3 на 3. Ну еще увидели мы игру 5 на 4 при большом строке. Ну и 4 на 4 мы с вами уже видели дважды. Так вот вам и 4 против троих. Осталось увидеть только один вариант. Три хоккеиста полевых с одной стороны, три с других и действительно три с другой. И естественно уже тогда все будет, все возможное нами будет просмотрено. Можно еще добавить более, но в этой серии он уже был. Повтор предыдущей атаки. Брэд Кауэр на Алексея Кудашова. И бросок отставлен на клюшку игрока. Авангарда шайба покидает пределы площадки. Вбрасывание у ворот Фомичева. Выигрывает вбрасывание Ярославца. А вот дальше с передачи дело не пошло, а потому драгоценные в общем секунды потеряны. Играть в четвером против троих проще и приятнее, нежели в пятером против четверых. Просто-напросто. Потому что больше простора, больше возможностей. Но вот сейчас уже в пятером против четверых будут действовать ярославцы. Но еще долго. 70 секунд в их распоряжении. Недовольно гудят трибуны. Намекая Юрию Цыплакову на возможность еще одного удаления и еще одной возможности для хозяев поиграть в пятером против троих. Цыплаков намека не понял. Но собственно там действительно ничего по эпизоду и не было. Ткаченко, Семин и Руденко. Играют сейчас в большинстве у хозяев. Вместе с ними Горохов и Красоткин. Передача за ворота. Никого нет на пятачке. На дальних к нему подступах Дмитрий Семин. Бросок. Между прочим, лихой получилась траектория у шайбы. И таким парашютиком она, не торопясь, но опускалась в ворота Александра Фомичева. Так что молодцом он, что сумел проконтролировать полет шайбы. По-прежнему в большинстве хозяева и по-прежнему ни разу не сумели они сегодня забросить. Моментов для взятия ворот и у тех и у других было хоть отбавляя. Еще полминуты на игру в пятером против четверых у хозяев. Дмитрий Красоткин из-за собственных ворот начинает атаку ярославцев. Времени на игру в большинстве осталось немного. 20 секунд с одной стороны. С другой стороны добраться до чужой зоны, успеть расположиться. Это в общем задача минимум, которую надо было сделать. Ну собственно оставшиеся секундочки перенесутся уже на третий период. Правда и там их будет не так уж много. Ну что ж, по одной шайбе за период забрасывают и мячи. Денис Денисов во втором периоде, Алексей Калюжный в первом. И омский авангард выигрывает после 40 минут в Ярославле 2-0. Думаю, все главные события и главное вся борьба у нас с вами еще впереди. А пока перерыв. Ярославль, арена 2008 по посещаемости. Хоккейная арена всей Европы. Где в среднем на игру приходит 8391 человек. Уже улицы зрело два первых периода. Третьего поединка серии между Ярославским локомотивом и Омским авангардом. 2-0 впереди гости. 1-1 в серии. На ваших экранах Сергей Семенов, который по всей видимости сменил Юрия Цыплакова. В качестве главного арбитра этой встречи получил по ходу второго периода травму Юрий Цыплаков. Но будем надеяться, на качестве судейства это никоим образом не скажется. Ну а что касается противостояния команд в первом периоде. Пока вы видите статистику равную, примерно равную статистику по всем моментам. 20 минут вычтете из удалений у Ярославля. Это дисциплинарный штраф. Ну а так статистика в общем-то во многих компонентах либо сопоставимая, либо приблизительно равная. Четвертая минута первого периода. Алексей Калюжный в большинстве. Ассистент Дмитрий Рибыкин. Третья минута второго периода. Денис Денисов в равных составах. Ассистенты Максим Якуценей и Константин Горовиков. 2-0 впереди Омский авангард. Начинают третий период в большинстве хозяева, но 12 секунд очень короткий отрезок. Тем временем, пока собирается вернуться на лед пятый хоккеист авангарда, удалось все-таки и добраться до чужих ворот. И даже момент с участием Артема Анисимова возник. Алексей Калюжный расчищает пространство перед собственными воротами, где уже готов был подставить клюшку Алексей Кудашов. Снова Артем Анисимов пытался заполучить шайбу в свое пользование. Нанести бросок не вышло. Выбрасывают шайбу из зоны гости. Ну, наверное, простой, понятный и практически не имеющий альтернатив вариант начала третьего периода. Альтернативы могут появиться только в том случае, если будут зарабатывать штраф. Хозяева. Но во всех остальных случаях этот самый сценарий, он достаточно прост и привычен, собственно, и для первого периода при равном счете с участием Ярославля нынешнего. Это штурм чужих ворот. Но вот как раз про этот возможный сценарий я вам говорил, он и произошел. Алексея Черепанова притормозили с нарушением правил. Алексей Васильев отправляется отдыхать. Не вовремя, конечно, для хозяев. Крайне не вовремя. Потому что дефицит в две шайбы и отрезок времени в 20 минут. Это нормальный отрезок времени для отыгрывающихся с одной стороны. С другой стороны строить свой камбэк, свое возвращение в игру. Желательно это было, безусловно, с первых секунд третьего периода. Ну, правда, начали играть в меньшинстве. Ярославцы весьма и весьма удачны. Добрались до чужой зоны. Едва контратаку не организовали. Александр Попов имел сейчас шанс продраться в чужую зону с шайбой. Не получилось. И еще одна контратака в исполнении хозяев. Но, опять же, в первую очередь не контратака, а просто добраться до чужой зоны с шайбой. Сэкономить время. Денис Гребешков до этой самой чужой зоны добрался. Выложил передачу партнеру. А затем еще с шайбой из чужой зоны вышли ярославцы. Вот уже 40 с лишним секунд играют они в меньшинстве. А работы у Семена Варламова нет и в помине. Проброса тоже не будет, потому как локомотив обороняется. Вот, считайте, половину времени игры в меньшинстве ярославцы отработали на ура. Другое дело, что отработать на ура, это, конечно, хорошо. Но эти две минуты, даже если амичи сейчас не сумеют конвертировать в заброшенную шайбу, все равно надо вычесть из времени периода. Соответственно, вычесть из того времени, которое есть у подопечных Пола Гарднера, для того, чтобы эту встречу спасти. 40 секунд в распоряжении омского авангарда, который вторую половину этой двухминутки все-таки проводит, по крайней мере, владея шайбой. Первая пятерка на льду у амичей. Роса Чубаров, Калюжный, Трощинский, Рибыкин. Но и это не сильно помогает. Алексей Калюжный из-за собственных ворот начинает атаку. Играть в большинстве уже меньше, чем полминуты. Рибыкин добрался до чужой синей линии, вбросил шайбу в зону. Остановить ее удачного Андрея Башкирова, который уже успел появиться на льду, не получилось. Ну и похоже, что эти две минуты ярославцы с одной стороны потеряли. С другой стороны, никакой угрозы их воротам за эти две минуты мы с вами и не увидели. Так что Алексей Васильев просто-напросто, скажем так, воспрепятствовал началу активных действий локомотива. Но больших проблем не сон. Бросок Константина Горовикова на излете этих двух минуты игры в неравных составах. Горовиков, Якуцене и Башкиров. Тройка атаки у гостей. Чурилов, Волосенков и Ханнула у хозяев. Чурилов приехал на помощь Волосенкову. На двоих шайбу сумели выцарапать. Чурилов по борту на Волосенкова. Передача прострельная на пятачок. До адресата не доходит, но Мика Ханнула первым на шайбе набрасывает ее на ворота. Это было опасно. Там и рикошет был, и возможность добивания. И в придачу ко всему закрытый соперниками голкипер. Соперниками, да и своими. Недовольно гудят трибуны. Причина тому, что по мнению ярославских болельщиков было нарушение правил. 50 раз за всю историю ярославских и омских хоккейных клубов встречались. Эти команды друг с другом. Сегодня 51-я встреча пошли на вторые полсотни. Преимущество, кстати, в первых 50 матчах было за сегодняшними хозяевами. Хотя развивалось все достаточно любопытно. Будет подходящая пауза, тогда об этом поговорим. Положение вне игры у Алексея Черепанова. Кто-то из партнеров поторопился залезть в зону. Для гостей ситуация выглядит достаточно просто и понятно. С одной стороны, правда, просто. С другой стороны, это же надо все воплощать в жизнь. Но максимально строго, максимально надежно и максимально спокойно действует. Как в своей зоне, так и в средней. Атаковать, да, по возможности, но при этом с оглядкой на ворота. На собственное. Ну и, безусловно, постараться завладеть средней зоной для того, чтобы лишить Ярославль даже потенциальные возможности быстрого развития атаки. Исключительно позиционный через вход в зону, может быть, через вбрасывание шайбы. И тогда ярославцам будет значительно сложнее. Вот сейчас могли бы почти все вопросы, наверное, снять об исходе этой встречи. А мячи сумел выручить Семен Варламов. Контератака хозяев набирает скорость Константин Руденко. Скорость-то набрал, но уже дальше дело не пошло. Тем не менее, шайба вот только сейчас покидает зону авангарда. Пятая минута третьего периода близится к своему завершению. Пробросы вбрасывания у ворот Александра Фомичева. Так вот, что касается этих самых 50 встреч. 17 раз до того выигрывали омские хоккеисты, 23 раза ярославские. Ну и еще 10 встреч, которые завершались ничейным исходом. Это, правда, с учетом встреч не только в высшей лиге, суперлиге, но и на всех уровнях. Что касается непосредственно элиты, то встреч было 48 на 2 меньше. Но все равно перевес у сегодняшних хозяев. 23 победы против 16 и 9 ничьих. Видел момент броска, а потому сумел шайбу поймать после броска Алексея Кудашеву. Александр Фомичев. Кудашев бросал зрячий, но, в общем, с другой стороны. Парируя шайбу перед собой голкипер, возможно, могли бы какие-то последствия из этого и вырасти. Ну а так Фомичев видел момент броска, хотя и Михнов, и Рибыкин, чужой Михнов, свой Рибыкин, один волей, другой неволей, но заслоняли ему, пытались заслонить видимость. Михнов с шайбой, рядом с ним Кудашев. Не им в итоге шайба достается, выходит она из зоны омского авангарда. Но сейчас вполне, вполне предсказуемо, как раз по той схеме, о которой мы с вами и говорили, и действует омский авангард. В первую голову надежность, в первую очередь сыграть так, чтобы не создать сопернику возможности для взятия ворота. Ярославль, безусловно, команда, которая способна созидать моменты, а потому они все равно будут. И, естественно, что омичам необходимо сосредоточиться на том, чтобы это количество минимизировать. Ну а что касается задачи ярославского локомотива, никто, конечно, не призывает бежать, позабыв о подстраховке и шашке на голов вперед, но, тем не менее, время для хозяев бежит очень быстро. Осталось меньше 15 минут до завершения третьего периода, а дефицит по-прежнему минус два. Так что, исходя из желаемого, исходя из необходимого, очень и очень нужно отыгрывать одну шайбу не в концовке, а вот сейчас, в первой половине периода, и тогда уже будет значительно проще дальше. Все-таки, скажем так, у третьих периодов есть своя специфика. Обычно, если ты, проигрывая не в одну, а в две-три шайбы, не успеваешь сократить этот дефицит в первой половине заключительного периода, то дальше это сделать значительно сложнее. Но в силу совершенно объективных и очевидных причин. Непряев делал передачу на партнера, а получилось на выскакивавшего вперед соперника Павел Росса из-под защитника, из-под Ильи Горохова наносит бросок, Семен Варламов на чеку. Не забрасывал сегодня еще Росса. Почему опять про это говорю? Ну, просто потому что до этого Росса забрасывал часто и с удовольствием. Пять шайб, вернее говоря, пять матчей, три шайбы, две передачи. Ну, а если взять за весь сезон, то очень и очень неплохие показатели. Как, собственно, они неплохие, если не сказать больше, у всех хоккеистов первой пятерки. Комского авангарда. Что же касается непосредственно Росса, в 59 матчах 45 набранных очков. 26 плюс 19. Жуков оставляет шайбу Гребешкову. И тут передача под синюю линию в расчете на то, что сумеет шайбу получить сразу и ворваться в зону Волосенков. Передача-то до адресата дошла, вот только все остальное не получилось. Но один он фактически против троих соперников, так что шансов здесь сделать что-то запоминающееся было немного. Тем не менее, шайба еще не покинула зону авангарда. Более того, вот сейчас она транзитом через борт, рикошетом отскочила на пятачок. Еще хорошо для Фомичева, что там никого не было. На первой минуте третьего периода мы видели с вами удаление. Вообще так, удаления-то идут по нисходящей. Много удалений в первом периоде. Прилично во втором и немного в третьем. Ну, по крайней мере, пока. Вбрасывание у ворот Александра Фомичева. Дмитрий Семин вбрасывание выигрывает. И доходит дело до броска в упор. Руденко борется за шайбу. Теперь уже Алексей Васильев, Иван Ткаченко. Тем не менее, Денис Денисов все-таки в этой борьбе оказался первым. Удалось почти выбросить шайбу из зоны. Но почти и чуть, как известно, не считается. Восьмая минута третьего периода близится к завершению. Горовиков. Активны в чужой зоне ярославцы. Пусти их в чужую зону сейчас. Потом выгонять будешь долго и с трудом. Это естественно и логично. Других шансов спасти эту встречу, кроме как атаковать, демонстрируя 100-110% от своих возможностей, у хозяев уже нет. Снова пытается индивидуальным маневром забраться в чужую зону. И не в первый раз удачно по ходу сегодняшнего матча Александр Попов. Но ваяж в чужую вотчину оказался недолгим. Кудашев из зоны вышел. Теперь Анисимов. Бросок по воротам Фомичева. Бросок тот видел. Дистанция была неубойная. Так что без особых проблем отреагировал на него голкипер омского авангарда. Девятая минута третьего периода. Преимущество у ярославцев это понятно. Ну а иначе и быть не могло. Единственный другой сценарий, о котором мы с вами говорили, собственно, наблюдался на протяжении двух минут, когда был удален Васильев. Да и то две минуты эти локомотив разделил на два кусочка и в первом не позволил сопернику не то что атаковать, а по сути даже за шайбу зацепиться. Самые горячие минутки этого матча настают. И хотя наверняка для некоторой части болельщиков третий период кажется несколько пресноватым, потому что не обе команды идут вперед, потому что не обе команды действуют, скажем так, не то чтобы без оглядки на собственные ворота, но все-таки уделяя атаке больше времени, нежели обороне. Тем не менее это со стороны, это с точки зрения телевизионной картинки вот так вот кажется, что игра стала скучнее. На самом деле это самые яркие и самые жаркие минуты матча, потому как команда выполняет абсолютно полярные задачи. И вот здесь коса на камень найдет обязательно, задача у ярославцев естественно сложнее. Другое дело, что это проблема самого локомотива, ведь никто, собственно, не мешал ярославцам забрасывать. Ну и вот сейчас за 10 минут надо сделать то, что не удавалось сделать за 50, а именно забросить, ну для начала хотя бы раз. Выигрывает вбрасывание мячи. Показатели выигранных вбрасывании вы только что видели на своих экранах. Ну и здесь приблизительное равенство. Собственно, моментов для взятия ворота и у той, и у другой команды было шайб на 5. Ну так, примерно. Может и на 6, может и на 4. Ну и тот факт, что мячи свои шансы использовали, а ярославцы нет. Наверное, не показатель разницы в классе этих команд. Скорее показатель того, что сегодня удача на стороне мячей. Ну, с другой стороны, и тем, и другим, в общем, не стоит, наверное, пенять особо на судьбу. Можно вспоминать, например, последний матч серии ярославцев с «Динамо», где команда выиграла в этом матче, выиграла серию в сухую, но тем не менее в именно этой отдельно взятой последней игре серии фарт был на стороне ярославцев. Говорят, что везет сильнейшим, но это обычно по итогам, все-таки, скажем, отдельно взятые встречи. Ну, а здесь в серии, в которой и та, и другая команда имеют все основания рассчитывать на успех, но победитель-то все равно в итоге будет лишь один. Здесь без доли фарта в той или иной встрече не обойдется. И во второй встрече две шайбы на первой минуте забросить без доли фарта, конечно, невозможно. С другой стороны, проигрывая после первого периода за 91 секунду булит и забросит шайбу, тоже, наверное, все-таки доля фарта. Это уже, возвращаясь к первой встрече. Ну, а что будет сегодня? Конечно, вероятность победы гостей очень и очень велика. В случае, если выиграет Томский авангард, он получит, ну, опять же, возвращаясь к терминологии других видов спорта, он получит такой матчбол, который позволяет ему, собственно, играть абсолютно раскованно, абсолютно раскованно в четвертом матче, потому что в случае неудачи будет пятая игра, а в случае удачи все завершится в этой встрече. Ну, естественно, что если ярославцы успеют спасти эту встречу за оставшиеся минуты, время-то еще есть, и выиграть ее, то тут уже, конечно, абсолютно другой калинкор, и уже у Ярославля будет возможность дома довершить начатое еще в Омске. Но, правда, времени остается немного. Повтор последнего эпизода, созданного Михновым, снова вдоль и секунды от того, чтобы переправить шайбу в ворота, был Алексей Кудашов. Семин, Ткаченко и Руденко выходят на лед. У Ярославцев Илья Горохов. Передача назад. Бросок достаточно мощный. Руденко. Семин. Не торопится расставаться с шайбой. Делает передачу назад. Там Иван Ткаченко падает. Тем не менее, с большим-большим трудом удается выбросить просто шайбу из зоны. Не выйти из шайбы из зоны, а просто выбросить ее гостям. И тут же вчетвером синхронно влетает в чужую зону Ярославцы. 13-я минута третьего периода. Контратак Омского авангарда. Достается Варламову. Но главное в данном случае, что шайбы не оказалось в сетке его ворот. Еще есть 6, вернее говоря, 7 минут и 20 секунд в распоряжении Ярославского локомотива. Ну, у Омского авангарда тоже есть эти 7 минут, но совсем для другого. Не идет шайба в ворота сегодня у хозяев. Повтор предыдущей атаки Семин на Ткаченко. Вроде бы все делают правильно, но тем не менее, не всегда этого бывает достаточно. Но что касается Омичей, третий период. Вот эти вот 13 минут за вычетом 2 минут игры в неравных составах. Команда строго выполняет установку тренера. Играет, может быть, не самый привычный для авангарда хоккей. Но это тот хоккей, который нужен для того, чтобы сохранить очень и очень нужный гостям счет. Жарко у ворот Александра Фомичева. Очередной бросок. Мика Ханула из-за ворот выкатывается. Власенков отправился на пятачок. Ханула такой вираж заложил. Объехав уже теперь фактически всю зону. Гостей. Передача назад на Гребешкова. Бросается колюжный подбросок. Гребешков объехал его вплотную. Подъехал к пятачку. Передача и шайба оказывается у Павла Рос. И тот просто выбрасывает ее из своей зоны. Шесть минут и двадцать секунд до сирены, которая возвестит либо об окончании этой встречи, либо о том, что команда продолжит выяснять отношения в овертайме. Другое дело, что для этого надо забрасывать дважды хозяевам. Ну и естественно, что забросить две шайбы за полторы-две минуты сложно в концовке матча. Хотя возможно, опять же вспоминая как раз предыдущих два матча, там не в концовке, но за короткие отрезки забрасывали по две шайбы и те и другие. И тем не менее, для того, чтобы при столь дисциплинированной, осторожной, строгой игре в разрушении и в исполнении омского авангарда преуспеть, да еще дважды, необходимо первую шайбу ярославцам забрасывать в ближайшие минуты две-три. Иначе шансы станут крайне микроскопическими, да их уже по сути и не остается. Положение вне игры фиксирует арбитр. Вбрасывание на синей линии. Васильев запускает шайбу в чужую зону. Александр Галимов доходит дело до броска. Бросков в направлении ворот очень много в третьем периоде у ярославцев. Бросков в створ тоже хватает. Ну и пока что Александр Фомичев безупречен в тех эпизодах, когда это требуется. При самоотверженной поддержке партнеров. Разочарованы, безусловно, болельщики, заполнившие трибуны арены 2000. Ну вот сейчас пока пауза. Поясню я, что имел в виду, что достаточно любопытно развивались на историческом промежутке времени встречи между мячами и ярославцами. Несмотря на то, что в общем, как я уже говорил, преимущество по количеству побед у ярославского локомотива за всю историю встреч. Тем не менее, свою первую победу во встречах с мячами ярославцы усмели держать только в десятой встрече. Ну а вот затем уже выигрывали значительно чаще, чем проигрывали. Снова было бы положение вне игры, но Алексей Калюжный первым был на шайбе. Выбрался из собственной зоны, добрался до чужой. Васильев против него. По-прежнему Калюжный шайбу контролирует. Передача назад. Защитник уже покинул зону, выкатываясь, дабы избежать любых возможных проблем. Очень строго действует Томский авангард. И вот вы знаете, вспоминается мне, как строго в обороне при необходимости в прошлом году действовал Казанский Акбарс. И тоже для него это было не совсем характерно. Даже для специалистов многих это было удивительно. Насколько грамотно при необходимости, насколько безупречно способен отыграть Акбарс. Вот сегодня мы видим абсолютно аналогичный случай, когда необходимо было на протяжении третьего периода. Грамотно, спокойно, строго и не давая шансов сопернику, не увлекаясь атакой, не забывая о подстраховке, ну и не забывая возвращаться в оборону при потере шайбы. Все это делают вот эти 15, уже почти 16 минут подопечные Белоусова на пятерку. Тем не менее, правило, одно из главных правил в истории хоккея заключается в том, что игра длится до финальной сирены. 0-2 это не 0-10, поэтому шансы еще есть спасти эту встречу у хозяев. Семен Варламов снова в игре. Очередной бросок Константина Горовикова. Вбрасывание у ворот Варламова. Это достаточно важно для гостей. Это возможность передохнуть и перевести дух немножечко. Сейчас будет смена. Вбрасывание, особенно если выиграть. Да, это, конечно, не двухминутка игры в меньшинстве, это 20 минут игры, когда ты должен действовать строго в обороне. Ну и вот сейчас выиграно выбрасывание. Бросок. Варламов в игре. Время бежит. Остается играть командам 3,5 минуты до завершения третьего периода. Авангард атакует. И сейчас вот это вот самое известное правило про то, что лучше от обороны эта атака, оно для амичей действует. Очень хорошо звено Черепанова комбинирует в чужой зоне. Черепанов, Хацей и Попов. И время стремительно тает для хозяев с катастрофической скоростью. У них уже нет права на ошибку, у них уже нет времени на раздумья. У них есть время только для того, чтобы пойти и забросить. Три минуты до сирены, которая скорее всего должна стать финальной, но не будем забегать вперед. Две шайбы в хоккее отыгрывались, а потому подождем 170 секунд до окончания третьего периода шайба в зоне Семена Варлама. Вот сейчас в концовке, когда как раз необходимо было сбить атакующий порыв хозяев. И звено Черепанова второе. И звено Роса Чубаров-Калюжный. Первая тройка. Весьма и весьма уверенно и спокойно проводят свои смены, контролируя шайбу. Здесь даже не столь важно, что с бросками по воротам Варламова или нет. Сколь важно, что они находятся в чужой зоне. Они контролируют шайбу, они не дают ни единого шанса ярославцам попытаться зацепиться за эту встречу. Чурилов набрал скорость, добрался до чужой зоны, переадресовывает шайбу налево. Мика ханула. Снова Чурилов, где-то неподалеку Волосенков. Пытался подключиться к атаке, рассчитывая на передачу Илья Горохов. Волосенков и Чурилов выцарапали таки шайбу. Волосенков падает. Контратаку омского авангарда. Меньше двух минут до завершения этой встречи. Бросок ловит Варламова в шайбу. Вот только расстаться с ней не успевает, а потому очередное вбрасывание у его ворот. В принципе, уже близким их к тому времени, когда можно начинать и тайм-ауты брать наставникам. Одним для того, чтобы дать передохнуть команде. Ну, в данном случае имеется в виду, безусловно, команда, которая выигрывает. Другим для того, чтобы попытаться объяснить, что необходимо делать. Что необходимо делать для того, чтобы спасти эту встречу. Пол Гарднер, слева от него Николай Борщевский. Люди, которые выиграли в Омске у авангарда. Задача, ох, какая непростая. И с другой стороны, люди, которые сейчас отчаянно пытаются придумать, как же спасти эту самую первую встречу. Четверть финала на родном льду против омского авангарда. Потому как, отобрав преимущество своей площадки у амичей в предыдущем матче, выиграв на чужом льду, сейчас ярославцы проигрывают. И, соответственно, у авангарда будет игра в запасе. Будет игра в запасе, которая позволит им выходить с легким сердцем и легкой душой на четвертую встречу. Проиграем, не беда, сыграем дома. У ярославцев же права на ошибку уже больше не будет. Но, тем не менее, все это мы сможем с вами сказать, наверное, уже как свершившийся факт, через минуту с небольшим чистого хоккейного времени. В шестером ярославцы покинул ворота Семен Варламов, пустые ворота локомотива. Передача на Васильева не достигает адресата сразу же, но, что важно для хозяев, хотя бы не достается шайба сопернику. Опаснейший момент на пятачке. Народу там на пятачке собралось столько, что, наверное, с трудом разместились бы даже в спокойной обстановке. Васильев снова набрасывает на ворота, заряжает, как из пушки. Четыре человека повалились на лед. 45 секунд до завершения третьего периода. Все-таки не будем торопиться. Еще один бросок Васильева рядом со штангой проходит шайба. Покидает шайбу зону авангарда. Всего полминуты на две заброшенные шайбы. Здесь уже, конечно, нужны чудеса. И, тем не менее, осмелюсь сказать, что, несмотря на всего лишь две шайбы в этой встрече, даже если не увидим мы больше, уверен, что эта игра болельщикам и той, и другой команды, и просто любителям хоккея запомнится. По самоотдаче, по уровню борьбы, по накалу и по количеству созданных голевых моментов в первые два периода обеими командами и по тому, как любопытно тактически противостояли друг другу соперники в третьем. Напомню, как развивались события с точки зрения заброшенных шайб. Первый период, четвертая минута. В большинстве Алексей Калюжный, ассистент Дмитрий Ревыкин. Второй период, третья минута. Защитник Денис Денисов. В равных составах ассистенты Максим Якуцений и Константин Горовиков. Вот, собственно, и все для протокола, за исключением большого количества удалений. Двух, пяти, двадцатиминутных. Ну, вот, собственно, и все. И для этой встречи не забросит в пустые ворота. Омский авангард просто не хватит времени. Одна секунда остается на электронном секундомере. Ну, может быть, сейчас подправит время будет две. Но все для этой встречи уже ясно. За это время можно выиграть вбрасывание в чужой зоне. Находясь, можно выиграть вбрасывание, успеть сразу сделать передачу под бросок. Все это можно сделать. Только дефицит в две шайбы и вбрасывание на синей линии. Вот она, пустая формальность. Последнее вбрасывание. Омский авангард в гостях выигрывает со счетом 2-0 у Ярославского локомотива. И вновь выходит вперед в серии против локомотива со счетом 2-1. Ничего еще не ясно, но амичи делают более чем серьезную заявку на успех в серии. Спасибо вам за внимание. Будем на этом прощаться. Работал для вас Александр Ткачев. Спасибо за внимание и болейте на здоровье.